всем привет мои дорогие рада вас всех видеть у себя на канале это мой плейлист обзор ароматов и сегодня я расскажу вам про самый лучший на мой взгляд мое личное субъективное мнение бюджетные ароматы из сегмента люкс про бюджетные ароматы из сегмента масс-маркет я расскажу вам в следующем своем видео и вот здесь вот должна быть красненькая кнопочка подписаться обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео у меня будет на обзоре 12 ароматов от монсера у меня будет на обзоре 6 ароматов от киллиан будут осенние ароматы и еще много всего интересного поэтому обязательно нажимайте на колокольчик потому что не всем подписчикам если у них не нажат колокольчик youtube что-то присылает новенькое от меня и что я понимаю по словам бюджетный аромат в категории люкс здесь я буду рассматривать ароматы по цене от 1800 рублей за 30 миллилитров парфюма и примерно две с половиной тысячи рублей за парфюм 50 миллилитровый собственно 1800 за 30 миллилитров люкса это достаточно бюджетно но и также здесь у меня сегодня в моем обзоре будут свои лидеры по соотношению цена-качество то есть за минимум средств мы получаем максимум удовольствия мы получаем парфюм звучащий намного дороже чем мы за него заплатили ну и соответственно будет лидер один по самой низкой стоимости из сегмента люкс но не менее интересный поэтому погнали первый парфюм открывающий наш чарт самых бюджетных ароматов в категории люкс это deep эйфория от kelvin klein у меня здесь не только один флакончик уже практически добитый но и даже второй если я дублирую аромат это что-то значит это значит то что аромат мне очень сильно понравился ходовые бюджетные ароматы кстати продаются их очень выгодно покупать в парфюмерных наборах и вот именно deep эйфории от kelvin klein я купила как раз в таком наборе вот так вот он выглядел в такой коробочке здесь был флакончик парфюмерной воды на 30 миллилитров и гель до душа вот в таких вот подарочных парфюмерных наборах очень выгодно покупать ходовые бюджетные ароматы люкса versace в таких же наборах продаются и там ну всякие разные то есть такие наборы даже бывают по цене дешевле чем отдельно флакон покупать и при этом цена дешевле а тут еще кроме флакона парфюма еще и какой-либо либо гель для душа либо крем для тела парфюмированный стоит он сейчас в данный момент примерно около 2000 рублей за 30 миллилитров возможно вы спросите меня цвета почему ты называешь kelvin klein сегментом люкс может быть это все-таки middle или даже масс-маркет возможно в одежде есть у kelvin klein middle сегменты даже сегменты масс-маркета но у kelvin klein это такой бренд у него разные линии у него есть kelvin klein collection это коллекции высокой моды они участвуют в показе мод на нью-йоркской неделе моды это такая одежда с темными бирками у kelvin klein collection ну и в принципе в парфюмерии делить парфюм на люкс middle class это как-то бессмысленно потому что ценники собственно говоря что на middle что на люкс они примерно одинаковые поэтому вся брендированная парфюмерия от известных брендов она уходит в категорию люкс тем более что у kelvin klein есть отдельная линия одежды kelvin klein collection высокой моды я кстати очень люблю вообще бренд kelvin klein его одежду люблю их за молодежный такой дух за новаторство они первые в 1978 году ввели женский гардероб джинсы в обтяжку также они в 90-х годах были одними из первых кто придумал унисекс стиль унисекс в одежде особенно мне нравятся их магазины одежды на родине kelvin klein в сша там очень большой выбор вообще не сравнимый с выбором у нас одежда мне их очень нравится она такая лаконичная минималистичная но вот с парфюмерией kelvin klein у меня как-то никогда не срасталась я не пользовалась ей потому что она мне особо не нравилась но до тех пор пока в 2016 году не вышла это deep euphoria парфюмерная вода здесь у нас верхняя нота cascalon лист мандарина белый перец сердце черная роза пион герань жасмин база мускус пачули древесные ноты я бы сказала что это не совсем попсовый аромат он не многим понравится но ценители возможно оценят он звучит намного дороже тех денег что он стоит здесь есть такая нота она очень необычная возможно я так думаю это как раз таки каскалон каскалон добавляет в парфюмерию морскую свежесть прохладу нюансы соленых морских водорослей здесь еще что-то такое сладенькое присутствует возможно это жасмин с мандарином аромат необычный звучит достаточно необычно и все как я люблю свежий сладкий аромат с такой изюминкой вот эту изюминку добавляет какой-то ингредиент возможно я думаю что это как раз таки этот каскалон номер один бюджетный аромат из категории люкс kelvin klein deep epharia парфюмерная вода поехали дальше второй у нас бюджетный аромат из категории люкс это daisy dream twinkly от myjacobs на распродаже он стоит порядка где-то две с чем-то тысячи рублей в рифгоше я его там мимо пробегала он мне понравился за его такую спокойную незатейливость и я его взяла в принципе он мне нравится это туалетная вода возможно на каждый день здесь у нас в старте вишня в базе молочный мусс и лесные ягоды сердце белые цветы это такой у нас незатейливый компотик из лесных ягод с такой сливочной ноткой да молочный мусс подойдет на каждый день многим я думаю что он понравится такой повседневный вариант не требующий к себе какого-то особого отношения не требующий какого-то особого гардероба на выход приятный аромат на каждый день номер два в моей коллекции бюджетных ароматов категории люкс третий бюджетный аромат категории люкс это я считаю самый интересный аромат из всех представленных в данном обзоре будет и лидер по соотношению цена-качество то есть по цене которую вы за него заплатите вы получите аромат в три раза дороже по звучанию своему номер три в линейке моих бюджетных ароматов сегмента люкс kenzo word power сейчас в сифоре на него распродажи 30 миллилитров стоит 3000 рублей у него здесь в базе бобы тонкая я обожаю парфюмерию с бобами тонкой это карамель ваниль корица миндаль одновременно верхняя нота кипарис а в базе морская соль но вы понимаете да что кипарисы морская соль что вам это напоминает лично мне напоминает это летний вечер в каком-нибудь южном городе где растут кипарисы возможно даже сочи где есть побережье с этого побережья доносится морской бриз и вот эта смесь этого воздуха летнего южного такого притомленного солнцем листвы кипарисов морская соль в воздухе от моря и приправлено все это сладостью бобов тонко их корицей карамелью миндалем для меня это летний южный вечер но я все-таки думаю что время этого аромата зима потому что он такой из-за вот этого из-за своей базы из бобов этих они достаточно тяжеленькие в базе звучат они аромат утяжеляют и вот еще есть бобы тонко в моем любимом аромате dior addict классический он тоже только для зимы для элегантных вечеров и это я думаю из того же разряда то есть этот аромат требует к себе какого-то внимательного отношения на каждый день он не подойдет по какому-то особенному случаю по настроению зимний вечер куда-то выйти в нем очень дорого и богато звучит номер три лидер по соотношению цена-качество kenzo word power следующий бюджетный аромат класса люкс это versace bright crystal absolute это фланкер ходового парфюма versace bright crystal здесь его интенсивная версия интенсивная версия оригинала что у нас здесь старт у него юзу и гранат плюс ледяные аккорды юзу это гибрид мандарина и какого-то там лимона и чангского так в сердце у нас малина лотос пион магнолия базе дерево махагони амбра и мускус сейчас он продается в районе там трех с половиной тысяч до 30 миллилитров но вот конкретно этот флакончик 50 миллилитров я покупала тоже в наборе в наборе был парфюм 50 миллилитров крем для тела и гель для душа и он в принципе стоил также как сейчас стоит ну может чуть подороже как сейчас стоит 30 миллилитров к то есть какие-то вот распродажи перед новым годом перед 8 марта нужно искать подарочные вот эти наборы и бюджетные ароматы сегмента люкс как раз таки они поэтому и бюджетные потому что они продаются в таких наборах их там можно найти именно ходовые такие вот вещи этот аромат звучит достаточно весело свежо ярко чисто он понравится многим такой ходовой аромат на все случаи жизни больше он уходит конечно в свежесть но в приятную свежесть такую сладкую свежесть ягод так что довольно ходовой аромат и бюджетный вот его можно купить в наборах поэтому бюджетный аромат из сегмента люкс номер 4 versace bright crystal absolu следующий бюджетный парфюм у нас на очереди это sky di gio от giorgia armani из всей линейки di gio di gio итальянского это радость мне нравится именно sky версия этот аромат про тропики про тропическую свежесть такую вверх у нас здесь личи личи это китайская слива и груша средние ноты пион и роза в базе кедр мускус и ежевика я слышу здесь красивую ежевику с кедром таким южным кедром где-то в таких местах где на побережье моря есть горы в этих горах растут кедры что такое южная тропическая субтропическая свеже сладкая понравится тоже многим 30 миллилитров такого парфюма стоит около 3000 рублей достаточно простенький флакончик но такой попсовый вариант тоже на каждый день даже на теплое время года подойдет женская парфюмерная вода sky di gio от giorgia armani и завершает наш список бюджетных ароматов из сегмента люкс вот этот смешной флакончик это машина машина по-моему да произносится машина какая-то машина той-два сам флакончик нам уже намекает о том что этот аромат для молоденьких девушек я бы сказала даже для девушек подростков и в составе собственно он так и звучит легкий ненавязчивый легкомысленный я бы даже сказала это лидер по самой низкой стоимости 30 миллилитров этого парфюма в золотом яблоке сейчас продают по 1800 рублей а 50 миллилитров по 2600 я считаю что для люкса это достаточно недорого бюджетно верхняя нота мандарин яблоко магнолия средняя нота пион белая смородина жасмин базе сандал древесный янтарь и мускус стартует он мандарином мандарином с яблоком а затем он раскрывается красивый красивый такой прям сочной смородиной это такое волшебство когда создатели парфюмерии каким-то образом берут и добавляют в парфюм какие-то вот эти свои синтезические вещества которые прямо пахнут смородиной запах смородины он достаточно стойкий он останется с вами на следующий день но он немножко навязчивый вот не каждый раз он мне нравится когда-то нравится когда-то не очень назойливость этой смородины иногда немного раздражает возможно здесь в базе сандал поэтому он мне не особо нравится что-то мне вот в нем какая-то нота не дает ощутить всю прелесть этой смородины которая здесь находится смородина здесь прекрасная какая-то нота здесь выбивается я думаю что сандал потому что иногда сандал мне не нравится в композициях возможно если бы здесь была другая база он бы звучал намного благороднее ну а так такой легкий компотик для девушек для молоденьких девушек причем это парфюмерная вода он стойкий и лидер по самой низкой цене сегмента люкс бюджетный аромат машина toy2 жду вас в комментариях напишите мне свои ароматы которые стоят недорого бюджетные ароматы в категории люкс ваши находки жду вас в комментариях обязательно напишите ставьте лайки подписывайтесь на канал если еще не подписаны нажимайте на колокольчик и до встречи в следующем видео в следующем видео будем разбирать мои бюджетные ароматы из категории масс-маркет всех целую и всем пока